День российского предпринимательства День российского предпринимательства День российского предпринимательства День российского предпринимательства содержится несколько профессий, несколько специальностей, несколько образований, я бы так сказала. И поэтому для нас, в первую очередь, как руководителей сообществ, это дать возможность людям верить в то, что они делают, в их любимое дело и то, что они достигают хорошего успеха. И День предпринимателя, я считаю, это такой достаточно важный рубеж. А как получается, что мы аккумулировались не в одном сообществе, а у нас в округе их несколько? Это с чем связано? Их три, четыре, пять сколько? Так, как я говорю, есть разные предприниматели. Есть предприниматели на начальном уровне, такие мини-мини-мини, у них бизнес. Есть предприниматели более осознанные. Поэтому у нас некое разделение с Ольгой, с ней разговариваем и говорим. Вот мини-мини предприниматели, они, в принципе, вливаются в сообщество Денцовского округа. А более такие осознанные поднимаются на ступень выше, и они распространяют свое видение более на Московскую область и даже по всей России. Это вот как раз они вступают в опору России. Мало того, что кроме сообщества предпринимателей и опоры России, мы еще объединяемся с торгово-промышленной палатой. И вот как раз у нас есть уже несколько моментов, когда мы уже объединялись для проведения больших масштабных праздников. Это был весенний праздник красоты, веселого настроения. У нас был форум предпринимателей Московской области. У нас уже есть опыт объединения, и мы уже не стали ничего менять, и не имеет смысла ничего менять. Мы опять объединяемся, чтобы провести совместно праздник для предпринимателей. Вот в День предпринимательства. Значит, День российского предпринимательства учрежден в 2007 году указом президента. Уже представляете, какой вот уже есть опыт. Я знаю, что действительно в Одинцовском районе он проводился уже ежегодно, просто в связи с некими обстоятельствами, немножко он перерастает в другой формат. И в этот раз мы тоже пересмотрели это, и мы хотим провести День предпринимателя по-другому формат. Формат будет не только торжественное поздравление, награждение, но и игровой формат. Мы вводим туда игры-бранч. То есть мы как раз предоставляем для предпринимателей площадку, где они смогут сыграть именно в игры предпринимателей. Есть вот такое понятие, игры для предпринимателей, трансформационные игры. Получается, что в этом году вы планируете нестандартное празднование дня предпринимательства, верно? Совершенно верно. Такое вообще впервые на территории Одинцовского округа, когда проводится мероприятие, праздник, и там проводится совсем другой формат. Мы же знаем, что в основном праздники для предпринимателей в виде форума, выставок проводятся. И некоторые предприниматели говорят уже так с грустью, ну вот как-то вот это вот, или просто нетворкинг, как-то вот уже становится неинтересно. И вот мы вот изобрели, можно сказать, новый формат Одинцова, но, конечно, мы не изобрели. Он уже проходит на территории Московской области. И вот мы сейчас пригласили девушек, как раз игробранчем, кто занимается. Я лично сама присутствовала на мероприятии и увидела, насколько это интересно, вовлекающее мероприятие, связанное вот с этой игровой площадкой. Ну, надо ради и правда сказать, что народ немножко подустал от всех традиционных конференций, их мероприятий. Приходит обычно спикер, транслирует там свои диалоги. Мы уже достаточно состоявшиеся люди, и, честно говоря, это все поднадоело. Поэтому так как люди интересующиеся и развивающие, мы, конечно, привносим что-то новое. Вот Валентина Александровна была, это где было? В Красногорске. В Красногорске. Увидела данное мероприятие, загорелась, приехала и сказала, давайте в новом формате это приведем. Мы всегда открыты к всему новому. Почему мы всегда говорим, уважаемые предприниматели, вступайте в сообщество, рассказывайте о себе, потому что все-таки, когда вы через свои социальные сети либо через какие-то персональные сайты транслируете свои успехи, это одно. Но когда вы выкладываете уже в группу единомышленников, ведь огромное количество людей, которые не вступили, но наблюдают за жизнью предпринимателя. Вот часто бывают встречающиеся на различных там мероприятиях, говорят, я это видел, я это знаю. Я даже вот коллегам своим, там предстоящая выставка тоже, моя отраслевая, в Питер пишу, они говорят, мы следим там за соцсетями, другие где-то за границей. Поэтому это уже, как сказать, такой космополитен, когда уже в межмировом пространстве мы за друг другом все следим. Поэтому данный формат, я считаю, он даст некую прокачку, прокачку предпринимателям найти какие-то новые направления развития бизнеса. Потому что сегодня, честно говоря, мы, ну, большую перспективу пока, вот в сегодняшнюю такую ситуацию, как бы каждый для себя не ставит долгие перспективы, долгосрочные. Мы сегодня живем коротким днем. Поэтому сегодня для того, чтобы немножко поднять настроение и так бы чуть-чуть, вот скажем, не просто улучшить даже какое-то самочувствие, а сделать какой-то рэпер на ближайшее время, мы приглашаем. Там игры будут по четырем форматам. Значит, денежный поток, стратегия развития бизнеса, самореализация плюс духовное развитие. То есть что человека больше интересует данным? То есть на что есть сегодня запрос у предпринимателя, у человека? Это, в первую очередь, личность. Кстати, вот как удивительно, мы провели опрос среди наших предпринимателей, 70% интересует денежный поток. Ну, наверное, это не случайно. У предпринимателей не случайно. Не случайно, да. Безусловно, мы все считаем деньги. А как предпринимателям, которые не состоят у вас в сообществе, попасть на это мероприятие? Абсолютно просто. Зайти на сайт Одинцовый БИС, зайти на сайт Торгово-промышленной палаты Одинцовского городского округа, зайти на сайт Одинцовская опора, отделение Одинцовского общественной организации опора и зарегистрироваться. Везде указаны ссылки. Мы доступны ВКонтакте, мы доступны в общей сети. Просто набирайте в Яндексе Одинцового предпринимателя. Регистрируйтесь и попадайте к нам. Мероприятие будет проходить в парк Инн Одинцова, в конференц-зал Панорама. Мы будем рады вас видеть. Там предусмотрен кофе-брейк, официальная часть и игровая программа. А что предусматривает официальная часть? Официальная часть приветствия наших уважаемых руководителей общественных объединений. То есть, безусловно, мы не хотели выйти из традиционного формата. Все равно у нас есть лидеры торгово-промышленной палаты Виктора Ивановича Тарусин, Одинцовское отделение опора Светланы Налепова. Безусловно, я сорганизатор Одинцовского городского округа, сообщество предпринимателей. Мы, конечно, приветствуем своих предпринимателей, потому что у каждого есть большое количество членов своих, осознанных, неосознанных. Мы сейчас по-разному можем говорить. Но те люди, которые просто готовы прийти и поздороваться, да, действительно, я ни в каких общественных организациях не встаю, но я предприниматель, осуществляю свою деятельность в рамках закона. И, конечно, нам бы хотелось, и мы приглашаем всех, чтобы пришли, приветствовали, подвели определенные промежуточные итоги, рассказали, какие планы, мероприятия на будущее будут нас ждут в Одинцовском городском округе. Вот на официальной части это будет все присутствовать. Ну и, конечно, покажем, как это было в прошлом году. У нас в прошлом году День предпринимателя мы провели тоже в другом формате. Это был семейный праздник, тогда, когда предприниматели пришли с детьми, с женами, и мы, конечно, тоже это все расскажем и покажем. Субтитры сделал DimaTorzok А вы в гости на мероприятие ждете только одинцовских предпринимателей? Или есть возможность из соседних округов тоже прийти к нам? Ну, в принципе, мы здесь такие рамки не ставим. Конечно, мы приоритеты даем нашим предпринимателям. Потому что надо сказать, что по статистике 25 тысяч предпринимателей в Одинцовском городском округе. Но если взять статистику любой общественной организации, там не больше 100-120. Поэтому, конечно, мы хотели бы горизонты эти расширить. Но, вы знаете, сейчас люди как бы не очень активные. И немножко так, скажем, от всех мероприятий подустали. Потому что если мы возьмем персональный телефон каждого из предпринимателей, там валятся эти чаты, информация, его полностью загрузили. Поэтому мы хотели бы, конечно, в основном сделать акцент на наших одинцовских предпринимателей. Но если придут наши коллеги Красногорский городской округ, Истра, Нарфоминск, мы рады всех абсолютно будем видеть. Самое главное, чтобы наши возможности парк и панорамой вместили всех желающих. Мало того, что я сама лично приглашаю лидеров сообществ из других городов. Потому что это, на самом деле, очень важно, чтобы они увидели какой-то новый формат и смогли провести на своей территории точно такие праздники. Я смеюсь и говорю, вы знаете, я тот человек, когда мне хорошо, я хочу, чтобы было всем хорошо. И поэтому приглашаю их посмотреть и распространять дальше. Ну, на самом деле, он и так, этот формат распространяется очень быстро во всех городах. Но хочется, чтобы предпринимателям действительно был, как бы сказать, еще некий такой вот стимул дальше развиваться и увидеть себя. Потому что в этой игре действительно, я сама лично участвовала, получаешь некий посыл, видишь себя с другой стороны. Ну, это тоже зависит от игры, в какой ты будешь играть. Для предпринимателей, для женщин, которые тоже участвовали в игры психологические, вот, допустим, борьба, по-моему, со страхами называлась, тоже очень многие дают отзыв и говорят, вы знаете, я для себя поняла очень многое. Достаточно было одной игры, чтобы понять очень много, когда человек к этому идет, можно сказать, несколько лет, да, и не может разобраться. И я считаю, что это для многих будет открытием себя нового. – Смотрите, ну, с позитивными тенденциями все понятно. Вот люди, которые вступили в ваше сообщество и претерпевают какие-то проблемы. Вы им чем можете помочь? – Ну, я, во-первых, хочу сказать, что у нас в сообществе предпринимателей сейчас выделено шесть приоритетных направлений. Это юридическое направление, это аудит, бухгалтерия, финансы, это культура, это дошкольное образование и IT-технологии. То есть у нас девочки, самые активные и молодые люди, мужчины, на себя взяли такую посильную ношу, я бы сказала, потому что общественная организация, сами понимаете, это все-таки такая в большей части бесплатная нагрузка, себя реализовать. И вот, например, если это проблема юридического характера, то у нас есть Люба Шаталин, она руководитель юридического направления. Она принимает все заявки от предпринимателей. И в силу зависимости какой-то гражданско-правовое, либо это трудовое право, она формирует из того пола, который есть юридическое, полностью юридическое направление у нее. Там порядка восьми юристов, профессионалов, которые работают по различным темам. Поэтому, обращаясь к нам, допустим, в частности, в сообщество, мы не оставим предпринимателя как бы наедине, просто надо понять, какого уровня эта проблема. Иногда зачастую просто надо правильно оформить документы. Это тоже очень важно. Это тоже надо подсказать. Но вы знаете, еще складывается какое впечатление, что если он обратился в общественную организацию, он должен все получить бесплатно. Но, к сожалению, такого не бывает. Потому что все это ресурс, оформление, документы. То есть какие-то все равно затраты есть, но они не сверхъестественные. То есть мы сегодня все равно как предприниматели платим за все. Как бы мы ни пришли юридическую службу, мы всегда платим. Самое главное, чтобы ты получил ожидаемый результат и честный результат. Это важно для предпринимателя. Вот таким образом. Ну, что я хочу сказать. Что кроме того, что есть помощь, может, возможно, юридическая, аудиторская, бухгалтерская помощь, у нас еще в Одинцовском районе существует общественная приемная по защите прав предпринимателей, уполномоченного по защите прав предпринимателей, которую, конечно, эту приемную возглавляю я. Поэтому, если у предпринимателей есть серьезные проблемы с нарушением их личных прав, можно обращаться и в эту общественную приемную. И у нас есть уже примеры, когда вообще-то эти вопросы решались в пользу предпринимателей. Поэтому все зависит от предпринимателей. Если он активный, если он видит, что он готов не только брать, но и отдавать, я всегда, когда люди приходят вступать в сообщество, я у них спрашиваю, ну вот зачем ты идешь, вот зачем ты хочешь вступить в наше сообщество? Если он говорит, вот я хочу что-то, чтобы для меня все, я говорю, это не для тебя. Если человек приходит и говорит, а чем я могу быть полезен сообществу? Я сразу говорю, ты знаешь, если ты будешь полезен сообществу, любому, то и оно будет полезно для тебя. Есть такой некий энергообмен. Когда ты отдаешь, ты обязательно получишь. В виде опыта, в виде подсказки, в виде общения, потому что очень многие, вот даже вступая в сообщество, приобретают себе друзей, не только клиентов, клиентов однозначно, друзей, партнеров, и даже дружат с семьями. На самом деле вот такая вот площадка для соединения предпринимательских душ. Ольга, тогда вопрос к вам. Скажите, для чего предпринимателю, который ни к каким сообществам не относится, именно в ваше сообщество нужно вступить? Какую помощь вы ему окажете непосредственно? Какая у него будет поддержка в процессе? Потому что не секрет, что предприниматели, как правило, не обладают какой-то особой базой знаний и умений. Он просто предприимчивый. Ему нужен какой-то толчок. Ну, во-первых, надо сказать, что человек, который вступает в сообщество, он, наверное, хочет найти себе площадку для обмена опытом, для приобретения каких-то новых знаний. Потому что только в конкурсах, в соревнованиях, в сравнении можно понять вообще, что значат твои компетенции, знания, навыки. Поэтому такая площадка, вот первая ступень, первое сообщество, это является сообщество предпринимателей Одинцовского городского округа. Помимо того, что вся структура поделена по отраслевому признаку, допустим, фэшн-индустрия, да, индустрия красоты, у нас порядка там семи салонов красоты, где девочки могут обменяться там в рамках своего отраслевого признака, навыками, специальностями, какими-то опытами. Дошкольное образование, досуг для детей у нас считается самым огромным. У нас более 25 организаций. Это 25 предпринимателей, которые сегодня занимаются воспитанием, образованием дошкольников. Вот сейчас, пользуясь случаем, 27 мая состоится Олимпиада для дошкольников, Центр магистра. 9 центров магистра у нас в Больших Веземых, Волен-Экспо будет мероприятие очень активное, где соберутся 150 детишек, которые пойдут в школу. Там собирается, значит, вся вот это наше направление по дошкольному образованию, профориентации, будет мастер-класс, интересно очень. То есть вот в рамках сообщества целый такой вот инструмент для родителей выбрать приоритет ребенка в ту или иную сторону. Поэтому, когда предприниматель приходит в сообщество, он смотрит в первую очередь, где он может себя проявить, чем он может поделиться, что он может приобрести. Потому что на самом деле вот все эти мероприятия, которые мы проводим, это в первую очередь для того, чтобы все-таки предприниматель двигался по траектории развития профессионального, личностного роста. Это очень важно. То, что иногда бывает, вот сидит предприниматель там в магазинчике, там, да, или в небольшой, там, в каком-то производстве, там, так. Он зарылся своими проблемами, он никуда не выходит, потому что у него то одно, то другое, то третье, то четвертое на него валится. А мы в этом случае ему предлагаем возможность открыть себя со всех сторон. Потому что, может быть, он хороший действительно организатор, может быть, он наоборот великолепно, значит, какой-то окажет поддержку, помощь, рекламу свою предложит, продукция его замечательная. То есть здесь в этом смысле мы площадка возможностей. Потому что зачастую сегодня предприниматель негде себя показать. А хочет ли сам предприниматель себя показывать? Потому что идут такие тенденции, что вот он сидит, выбрал свою нишу, общается с определенным кругом, ему достаточно, и он не хочет масштабироваться. Это, безусловно, добровольная вещь. Потому что некоторые бывают, даже, знаете, как вам сказать, надо сначала попробовать. Потому что это же не сразу ты выходишь в какой-то огромный зал с конференцией, что-то ты себя ведешь. Нет. Сначала это маленький, потом чуть-чуть побольше. Это как естественный бизнес, который человек развивает. Я думаю, что надо дать возможность, это как ребенку, попробовать себя создать богатую среду. Вот я всегда говорю, потому что мы много занимаемся кадром, подготовка к кадрам в рамках своего бизнеса. Создайте детям богатую среду. Точно так же создайте предпринимателям богатую среду. А сам бизнес, потому что человек предприниматель, он во всем. Это же не обязательно. Ведь зачастую на площадке рождается такая коллаборация, какие-то проекты совместные, какие-то... Вот мы очень друг другу много помогаем. Например, там, допустим, существует какой-то проект, бабушки серебряные года шлют нам подарки для детей, новогодние мероприятия совместные. Мы подключаем сюда свои семьи, детей. Это очень важно. И поэтому, вы знаете, иногда открываются новые перспективы там, где ты их не ждешь. Почему мы иногда и вот проводим такие разного рода различные мероприятия, иногда такие открываются у человека возможности. Он приходит и говорит, слушайте, а я даже не знал, что я могу или там она может это делать. Поэтому в первую очередь все-таки общественные организации это площадка возможностей. Ну, положительные тенденции, это хорошо. А вот у нас есть примеры, когда, например, вот в пандемию бизнес развалился и предприниматель начал что-то новое. В наших сообществах есть такие примеры? Да, если бы заранее сказали, я, может быть, так сразу сходу, наверное, не скажу. Но некоторые есть предприниматели, которые поменяли, остановили. Вот, допустим, у нас же многое закрыло. Сменили род деятельности. Сменили род деятельности. Но до этого, видимо, у него всегда предприниматель, он предприниматель. Есть такие предприниматели, которые занимаются одним видом деятельности и уже на перспективу они видят, что что-то тянет заняться чем-то еще. Вы знаете, вот тогда, когда получилось, закрыли рестораны, кафе. Некоторые просто закрылись и занимались доставкой, доставку, доставляли продукты, знаете, да, на дом. Тоже вот такие были предприниматели. Таких я знаю. Знают тех предпринимателей, которые в свое время сели на свою машину и ушли в такси зарабатывать, кормить семью. Когда все успокоилось, они возобновили. Ну, это можно остановить только очень маленькое предприятие, понимаете. Если он у Ольги там 100 человек, это невозможно остановить, потом запустить, да. А тогда предприниматель, когда он сам был просто индивидуальным предпринимателем, может быть, там с женой работал, семейный бизнес, они смогли остановить, перестроиться и временно, как бы, другим делом заняться. Но тот предприниматель, у кого есть за спиной сотрудники, там, 5, 10, 15, остановить предприятие очень сложно, а потом его начать. Поэтому пандемию, я знаю, очень много случаев, когда они закрылись и не открылись. Да, и потом, естественно, но предприниматель, он в душе всегда предприниматель. Ко мне приходили предприниматели, когда они уже в сердцах говорили, все, пойду работать наемным сотрудником, не буду заниматься предпринимательством. Когда он успокоился, я у него спрашиваю, ну что ты, ты готов, ты готов, когда тебе будут говорить, делать то и то, и ты не сможешь сам принять решение. Ты же человек уже такой, который, знаешь, нужно срочно принять решение, сделать то, то, отвечать за людей. Ты не сможешь быть наемным сотрудником. Через некоторое время он приходит и говорит, да, действительно, Валентина Александровна, я все взвесил, понял и понапрягся, оптимизировал свое предприятие, сохранил в пандемию, и да, и сейчас он работает. На самом деле, предприниматель, это человек, наверное, непотопляемый, настоящий предприниматель. Да, сколько у нас кризисов, у нас, да, пандемия, и другие обстоятельства внешние. А он все равно, вот вы знаете, упадет, потом встанет и идет дальше. И идет дальше. Но вот это действительно настоящий предприниматель. И таких предпринимателей, когда приходят к нам в сообщество, я только очень рада, потому что они своим примером, они заряжают других и показывают, что нужно верить в себя и идти только вперед. Нельзя, нельзя оглядываться назад, смотреть в прошлое. Все там бывает. Ну, мы живем на земле, мы люди, конечно, бывает, зависим от внешних обстоятельств. Но мы должны собраться. Все равно собраться, посчитать, посмотреть и сделать свой выбор. Но только выбор упасть и лежать, это неправильный выбор. Вот я, кстати, еще что хочу сказать. У меня был такой пример, когда семья, значит, они фотографы, они перестроились в пекарню, открыли частную пекарню и стали работать. Тут, Валентина Александровна, я соглашусь, мелкий бизнес, он более трансформируемый, нежели крупный. Ему быстрее адаптироваться можно. Это раз. Во-вторых, что очень важно, в рамках сообщества всегда есть возможность учиться на чужих ошибках. Ведь почему мы эти направления сделали? Огромное количество людей не очень-то может считать свои расходы и доходы. Сегодня надо научиться правильно использовать экономическую смету, планировать свои расходы. Этому тоже надо учиться. И как бы это ни звучало, мы иногда говорим, сейчас Европа, Мавитон, все остальное, но на самом деле, чтобы в Германии получить возможность осуществлять предпринимательскую деятельность, ты должен закончить юридические курсы, финансовые и профессиональные. Вот мне хотелось бы, чтобы мы в России в принципе следовали такому же принципу. Потому что как только ты понимаешь, что ты опускаешься уже в уровень ниже рентабельности, ну смысла продолжать бизнес нет. И к бизнесу не надо относиться фактически как дитя в скормленную грудью. Это проект. Как бы это, ну, скажем так, не звучало обидно, может быть, для многих предпринимателей, но это финансовый проект. Он может быть успешный, он может быть неуспешный. И когда ты в рамках сообщества, ты можешь всегда прийти к коллегам более успешным, может быть, продать этот неэффективный проект, может быть, трансформировать его в другой, пойти какое-то время в найм к более успешным сотрудникам, прийти, чему-то научиться. Почему всегда, говорю, вот молодые приходят, предприниматели, да, пока шишки набивайте, я говорю, вы идите в крупную компанию работать, встаньте на крыло, ведь там все бизнес-процессы, должностные инструкции, все уже давно выстроено. Впитайте это все, как говорится, с молоком матери и сделайте свою классный взлет в свою площадку. Это гораздо будет быстрее для вас, безболезненной, чем весь этот 20-летний там путь, который прошли мы и сколько мы там себе микротрещин на сердце оставили. Поэтому я еще раз хочу сказать то, что надо пользоваться опытом чужих, это важно. И когда люди учатся на чужих ошибках, они гораздо быстрее развиваются. Здесь я соглашусь. Зачем изобретать велосипед, если можно просто сесть и ехать, да? Поэтому на самом деле вот именно в сообществах делятся. Ну, вот предприниматели, которые уже находятся на одной площадке, они всегда с удовольствием расскажут о своих ошибках. Но пусть они не будут давать советы, да и не имеет смысла их давать советы, он просто расскажет свою историю, и настоящий предприниматель, он сам поймет, куда идти, и что можно взять из этой истории. Но вы вот один, получается, что нужно не стесняться вступать в ваше сообщество. Вы всегда поможете, всегда поддержите, всегда направите, верно? Абсолютно верно. Но единственное, я хочу сказать, когда мы вот так говорим, придите в сообщество, вам помогут, подскажут. Помочь невозможно человеку, который вступил в сообщество и сидит дальше и ждет. Нужно идти в сообщество. Нужно, понимаете, работать, ну как работать, общаться там, участвовать в мероприятиях, чтобы видеть, кому может он подойти, у кого может спросить, что-то спросить. Потому что очень многие предприниматели вступают и ждут. Нельзя ждать, надо идти. Как помочь тому человеку, которому ты не знаешь, чем можешь помочь? Это тоже очень важно. И вот у меня есть такая площадка, можно сказать, когда мне звонят люди и спрашивают, вот где мне найти хорошего адвоката? Где мне найти хорошего юриста? Где мне найти хорошего, там еще какого-то специалиста, там даже, по-моему, специалиста по аутизму? А вы знаете, а у меня уже есть в голове список, я их все в голове держу. Я сразу даю телефон, обмениваю контактами и говорю, обращайтесь к этому человеку. И я его знаю, он себя уже показал. Я видела его в работе, я видела его на мероприятиях, я видела действительного человека, видела его положительную ауру, видела его активность и понимаю, что этому человеку я могу доверить, понимаете, того человека, который обратился ко мне. Это тоже очень важно. Но с такими лидерами, как вы, я думаю, наше предпринимательство будет задавать цели всему Одинцовскому округу и даже, я так понимаю, всему Подмосковью. На самом деле, да, мы являемся лидерами и в Подмосковье, и по опоре, и также по сообществу, по количеству сообщества предпринимателей. А вы встречаетесь с лидерами всего Подмосковья? Обязательно. Мы встречаемся, мы проводим совместные мероприятия, и даже сейчас, вот 26 мая, мы, еще раз говорю, вернее, я лично приглашаю лидеров из других городов, как раз из сообществ, для того, чтобы они пришли, познакомились с этим форматом, и чтобы смогли потом проводить такое же мероприятие, провести у себя на их территории. Многие уже видят в соцсетях, где мы уже пишем приглашения, рассказываем, что это такое. Они интересуются и говорят, а как бы у нас провести? Я говорю, ну для того, чтобы у вас провести, вы сначала приедьте, посмотрите. Сами лично убедитесь, что это интересно. Ну как приглашать людей, если ты сам не видел, не знаешь? Я сама лично поехала, посмотрела, как это проводится. Все проверено на себе. Конечно, в первую очередь. И еще такой момент немаловажный. Вот когда уже предприниматель поработал в общественной организации, такого свободного, я бы сказала, сообщества и переходит уже в правовую форму общественной организации торгово-промышленная палата или опора России, она им дает совершенно другой выход на региональный и федеральный уровень. Вот я хочу сказать, что торгово-промышленная палата Российской Федерации проводит огромное количество конкурсов для предпринимателей. Таким успехом стал лично для меня леди бизнес в Подмосковье. Лучшие семейные предприниматели Российской Федерации. Вот вы говорите, собираемся мы с лидерами, мы собираемся с лучшими предпринимателями Российской Федерации. Вот торгово-промышленная палата Российской Федерации, она регулярно проводит там раз в два-три месяца съезд всех предпринимателей. Вот недавно было в Кирове, до этого было, значит, в Якутии, было, значит, в Рязани. Сейчас вы едете куда? Сейчас планируется Москва, день предпринимателей, потом планируется Уфа. Беларусь. Сейчас мы едем от торгово-промышленной палаты, делегация завтра выезжает в город Витебск, торгово-промышленная палата нас приглашает. Это возможность выйти совершенно на другой уровень, выйти к другим предпринимателям других государств, делиться опытом, посмотреть, что у них, что-то применить для себя, может быть, какое-то межгосударственное предпринимательство организовать. То есть, вот про что мы все говорим, что не сидите у себя в норках, выходите в свет. Нет, сначала это Одинцовский городской округ, потом это Московская область, потом это... И для этого не надо иметь какой-то мегазавод. Ты можешь просто классно печь хлеб, шить платье, красить брови, но ты делаешь это с такой любовью, на таком высоком уровне, что к тебе очередь стоит. А ты готов делиться своим профессионализмом с другими предпринимателями. Уважаемые предприниматели, если хотите масштабироваться, то присоединяйтесь к нам на Дне предпринимателей 26 мая, верно? Верно, верно. Мы ждем всех, мы всех ждем независимо, состоит он в каком-то сообществе, не состоит. Мы готовы познакомиться, поделиться опытом, рассказать, чем мы занимаемся. Я думаю, они собственными глазами увидят, какие активные и крутые предприниматели есть в нашем Одинцовском округе. И это касается не только предпринимателей, а и самозанятых. Вот на это я тоже хочу обратить внимание. То есть мы открыты не только для тех предпринимателей, ООО, там разная форма юридической организации, но и для самозанятых. Потому что сегодня, как бы мы ни хотели, индивидуальные предприниматели переходят в область самозанятых. Это все связано, к сожалению, изменение системы налогообложения, но тем не менее, эти все равно люди есть, это их огромное количество, и мы тоже их ждем. А я знаю, что вы еще подготавливаете себе кадры с учеников. Вы ходите по школам, по техникумам, нет? Ну, у нас есть два направления. В частности, я занимаюсь подготовкой рабочих квалифицированных кадров. Школа управления опора Света Налепова, она занимается школой управленческих кадров. Поэтому, да, здесь как бы кому что нужно. Если, допустим, машину классно ремонтировать, это в техцентр Волин. Если классно управлять, это тогда... Управлять, да. Аудит. Аудит финансов. Я так, наверное, поняла, Алена, ты хотела сказать, что мы буквально проводили урок с предпринимателем в гимназии, проводили в школах с учащимся, старших классов, где рассказывали о предпринимателях. Рассказывали, чем занимается предприниматель, что он себя представляет. Вы знаете, я даже рассказала им, когда я им сказала, что предприниматель у нас вообще зачислен в лике святых, это был, конечно, вау. Потому что на самом деле нужно поднимать культуру предпринимателя, чтобы люди понимали, предприниматель, ну, это вообще, вы понимаете, он столько делает для себя, будем говорить, для своей семьи, для общества, окружения и для страны в целом. Но только это не видят. Когда я рассказывала детям, что вы понимаете, вы каждый день пользуетесь услугами предпринимателей, а вы даже не знаете, кто такой предприниматель, ну, это, конечно, немножко обидно. И поэтому мы так и продолжаем. Буквально вчера ко мне поступил звонок, когда приглашают, тоже спрашивают, когда вы сможете провести у нас урок с предпринимателем. То есть, понравилось. Ездили мы в группу предпринимателей, в школу, по-моему, гимназию, да? В шестой и в седьмую гимназию, да? В шестой и в седьмой гимназию. Да, в шестой и в седьмой гимназии мы провели, и, конечно, дети остались очень довольны. Мне было очень приятно, когда они вышли и обратную связь мог бы кто захотел. Ну, конечно, не все смогли, но там, по-моему, девушка одна, девочка уже одна вышла и говорит, вы знаете, я хочу вам сказать большое и огромное спасибо за то, что вы столько делаете. Это после того, как мы рассказали, как мы ежегодно предприниматели проводим благотворительную акцию, как сказка в дом приходит к нам для детей из малоимущих, для детей из многодетных, для детей, оставших без родителей, для детей инвалидов. Показали кадры им, как мы проводим и как предприниматели вместе с детьми приходят и собирают эти подарки. Мало того, что они оплачивают, они еще и собирают и очень многие доставляют предприниматели лично на своих машинах. Они были удивлены и изумлены, потому что для многих предпринимателей это просто собирает деньги, а когда они увидели воочию, чем занимается, что есть социальная ответственность, очень многие предприниматели помогают. Есть такие вот, как технический центр Волин, он готовит кадры, дает детям возможность приобрести профессию еще тогда, когда он является учащимся. Понимаете, это дорогого стоит. Я говорю, это такие предприниматели, у которых душа болит за всю Россию. И такие предприниматели у нас есть в Одинцовском районе. Одна из них, вот Ольга Викторовна, я вам хочу представить, да, это действительно такой предприниматель. И еще о таких предпринимателях, у которых душа болит на всю Россию, мы будем поздравлять 26 мая. Поэтому приглашаем, посмотрите, увидите собственными глазами, кто такие наши предприниматели. Мы с такими лидерами, как вы, я думаю, что наш округ никогда не пропадет, и даже вся страна. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Мы в свою очередь вас поздравляем с Днем предпринимателя. Желаем вам высоких побед, прибыльных дней, и чтобы у вас всегда были надежные партнеры. Напоминаем вам, что вы смотрели программу про бизнес с Аленой Патриной, и у нас в гостях были два успешных лидера Одинцовского округа Валентина Степанова и Ольга Селезнева. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok